В сегодняшний день в церквах многие есть, которые приняли Иисуса Христа, являются членами церкви, и в вашей церкви, и в других церквах, но не все повинуются, не все исполняют, не все делают то, что говорит Иисус Христос. Как Он сказал, что зачем говорите Вы мне, Господи, Господи, а то, что я говорю, не исполняете. Говорят, слушают, говорят, но не исполняют, и это очень важное в христианстве, чтобы мы были не слушателями только, а чтобы мы были исполнителями, чтобы мы повиновались Слову Божьему. Конечно, очень важно иметь веру. Мы веру получаем, когда мы получаем, значит, крещение свыше, когда мы получаем возрождение, конечно. Мы являемся верующими, мы веруем в Господа Иисуса Христа, верим. И это начало нашего пути, это вера. Но потом, очень важно что? Сохранить веру. Как апостол Павел сказал так же, течение совершил, веру сохранил. Многие верующие имеют веру, но не сохраняют ее до конца. Написано, что кто до конца сохранит веру, тот будет спасен до конца. Протерпевший до конца спасется. И поэтому это очень важно, что мы сохранили то, что мы получили при покаянии, то, что мы получили при обучении нашим, что мы получаем при наших богослужениях, чтобы мы это сохранили, чтобы оно у нас осталось до конца. Надо сказать, что, чтобы исполнить волю Божию, нужно следовать за Иисусом Христом, как Он сказал Петру, что идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. Значит, они были ловцами рыбы, апостолы, рыбаками, но Он сказал, что если пойдете за Мною, будете ловцами человеку. Следовать за Иисусом, значит, принимать Его волю относительно своей жизни, без всяких условий отдать жизнь Иисусу. Это так, как вступление может быть. Теперь, значит, смысл повиновения и основная наша позиция. Ну, повиновение мы в случае можем видеть в Евангелии, когда Иисус призывал своих учеников. Мы чекаем Луки, 5 глава, 1.11. Там написано, как ученики ловили рыбу. Они ничего не поймали, трудились всю ночь. Но Иисус сказал ему, закиньте сети на глубину. И были возражения, знаете, говорили, что мы трудились всю ночь. Мы же специалисты, мы профессионалы, мы всю жизнь ловим рыбу. А тут пришел посторонний человек и нам дает указание. Он же не специалист. Но Симон сказал ему, Симон проявил повиновение. Он сказал, наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Значит, если мы по слову Иисуса Христа поступим, то, что он советует, значит, мы будем иметь успех. И мы видим, что они вытянули в ногу рыбы. Благодаря тому, что Иисус повиновался, он узнал, кто такой Иисус Христос. Петр узнал, кто такой Иисус Христос. Он увидел, что имеет он божественную силу, что его слово привело к тому, что они получили большое лову рыбы и так дальше. И поэтому у него уже зародилась эта вера. Послушание Слову Божьему, оно уже укрепило его веру в Божество Иисуса Христа. Что касается христиан, то для того, чтобы полностью повиноваться, у нас есть несколько аспектов этого повиновения. Первое – это относительно мы должны повиноваться Иисусу Христу. Это первое. Почему мы должны повиноваться? Потому что тут приведен стих, что он сказал, что дана мне всякая власть на небе и на земле. Ему дана эта власть. Раз он владыка неба и земли, то нам не остается ничего, только повиноваться ему. Потому что мы творение его, мы люди, как говорится, маленькие, значит, это первая наша мотивация к повиновению, это то, что он имеет всякую власть. Относительно себя, что мы должны взять? Тоже из Слова Божьего, Римлянам 12.1, Тут написано так, что апостол пишет, что «Представьте тела ваши в жертву живую для разумного служения вашего». Значит, Слово Божье говорит, что мы были разумными служителями. Для того, чтобы быть служителями, мы должны чем-то пожертвовать. Мы жертвуем и временем, мы жертвуем, может быть, и интересами семьи, может быть, материально несем какие-то затраты. Но самое важное, что мы тела наши предоставляем. То есть мы сами себя предоставляем. Иногда может не доспать, не доесть, может быть, утомленный человек, вот как приехал с ночи брат Джон, он бы сейчас легкий спал бы, правда? Но он знает, что есть служение, значит, он свое тело, хотя утомленное, но он ставит на служение Господу для разумного служения. Ну, отдельно можно сказать о разумном служении. Служение должно быть разумным. Иногда люди могут перегибать палку в одну, в другую сторону. Слово Божие нам говорит, что надо служить разумно. Потому что, ну, я так, насколько знаю, есть такие служения, что люди там, допустим, вот как пятидесятники. Почему я говорю? Потому что я сидел в тюрьме с пятидесятническим проповедником. И он немного, я просто хотел узнать у него, как у них это дело. Вот языки как бы получать. Вот мы неделю постим, потом собираемся на такое собрание. И там кричим, дай, 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 или крести, 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 крести. И так часами одно слово бывает. Пока у них вообще, они не, так сказать, дойдут до какого-то транса. И оно уже само, у них уже что-то выскакивает, эти слова какие-то, они их не знают. Но я как врач понимаю, что это такое. Это получается, что образуется стойкий очаг раздражения в головном мозгу. Он там закрепляется, и потом уже идет, автоматически идут эти слова, понимаете. Я ему говорю так, я никогда не слышал, вот как, языками. И он при мне, значит, говорил, я так заметил, что где-то пять слов таких, что повторяются все время. Но это не слова, потому что ничего не понятно, там какое-то такое. Так вот, это уже хороший язык, если пять слов. Бывает два слова, или одно. И вот повторяете, считает, у меня есть язык. Ну, видите, это, если так подумать по-правильному, то это, в всяком случае, это не Божий язык, и не Духа Святого. Это просто такое, значит, насилие над своим, так сказать, над своей психикой, над своим мозгом. Вот, и то, что у них получается, что дали. Они требуют, что дать. Бог может дать. Мы знаем, что Он всемогущий, Он может дать знания, может дать и язык такой, который нужен для проповеди человеку. Но если мы требуем Его, дай и все, вот дай. И вот они что-то получают такое. Значит, это уже служение, нельзя сказать, что это разумное служение. Это разумное служение такое уже. Такого нет нигде в Евангелии, чтобы такие проводить вещи, как это делается. А потом хвалятся, что вот у нас есть дар, у нас есть то, мы получили то и так дальше. Так, относительно себя мы уже сказали. Относительно отношений между нами и Иисусом. Отношений, какое должно быть. Тут проводится стих, что сказал, кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за Мною. Кто хочет идти за Мною. Значит, хочу обратить внимание, первое, кто хочет. Значит, это о чем говорит, что он ищет добровольцев. Как в армии, знаете, мы видим там и в книжках, и в фильмах бывают. Перед решительным боем или надо идти в разведку, или большая опасность. Не посылают вот так кого-нибудь, потому что знают, что они разбегутся, ничего не будет. Есть добровольцы, выходите вперед, и это наиболее надежные люди, которые сами по своему желанию вышли. То же самое касается и у нас. Почему у нас получается, что мы призываем, чтобы люди выходили на покаяние? Мы можем его взять за руку, поговорить с ними, считать, что ты вот, подсказать ему молитву, считать, он помолился уже, но он полностью не отдал себя. Он должен принять решение. А чтобы встать и заявить о своем покаянии, требуется тоже какое-то решение, требуется мужество, требуется и смелость какая-то, и свое решение, и все. Так что это очень важно, что кто хочет, значит, что он должен сделать? Отвергнуть себя. Что значит отвергнуть себя? Отвергнуть себя, это значит, что у нас есть свои человеческие какие-то планы, приоритеты и так дальше. А я оставляю это все и иду за Господом. Например, у меня могут быть планы, что я хочу стать ученым, значит, мне надо идти там, заниматься в докторатуре, в аспирантуре, там, писать диссертацию и так дальше. Я должен положить свою жизнь для того, чтобы получить ученую степень какую-то. Я должен положить свое время. Это в них, чтобы я себя мог прославить. Дальше. Я, может, хочу быть каким-то специалистом, еще кем-то хочу быть. Но если стоит вопрос, что требуется служить Господу, то надо свои интересы отвергнуть. Отвергнуть интересы свои. Значит, свои интересы. Назад, на первом месте стоит служение Господу. Мало того, что служение, надо взять крест еще. А крест всегда у верующего найдется. Или дома восстанут против вас, или соседи, или родичи будут вас, значит, терзать. Вот. Или в вашем таборе, в вашем селе, или на работе. Учеб все равно написано так. Христос сказал, что вам дано не только веровать в меня, но и страдать. Так Христос сказал. Значит, в какой-то степени, одному может быть легче, его понимают в семье, другому бывает хуже. А третьему очень плохо бывает, что и из дома выгоняют, и вообще, и кушать не дают, и так дальше. Есть такие вещи, вы знаете. Значит, взять надо свой крест. Может быть, крест есть такой, что человек заболел. Вот мы ехали по дороге, и кто-то рассказывал, что, ага, то мы вчера в воскресенье ездил. Я в Ратунцы вот с Юлой, так во мне, там рассказывал про одну сестру, которую хоронили в воскресенье. Там, на Ратунке. Значит, ну, сестра, она была когда-то очень ревностной сестрой. Покаялась, приняла крещение, в церкви была активная, там где-то была. А потом она отошла в мир потихоньку, по каким-то, не знаю, каким причинам. Была она, оставила церковь, и через какое-то время тяжело заболела. Заболела она туберкулезом. Ее туберкулеза, она умерла, ее хоронили на этой неделе, не знаю, там в субботу или когда там было. Но суть не в том. А дело в том, что человек не мог отвергнуть себя, а прерстился какими-то мирскими выгодами. Не знаю, то ли торговля, то ли там бизнес какой-то, то ли еще заработки какие-то, не знаю. В общем, она оставила, оставила церковь вообще. Так он мне рассказывал. Значит, это человек, который сначала решил идти за Христом, но отвергнуть себя не смог. Значит, свои интересы преобладали и привело этому, он говорит, Бог ее наказал. Может, и так, что Бог наказал, потому что человек принимал крещение, человек обещал Богу служить добрую совестью. Получается, что он обманул, обещал, а потом бросил, мало того, что обманул, отверг. Сказал, я тебя не знаю. Это так же, как Петр, допустим, в свое время отказался от Христа. Так, ну, что значит приносить наши тела в жертву? Люди, которые не знали Слово Божие, вы знаете, еще во время коммунизма, а и сейчас еще болтаются, верующие приносят в жертву. Не иди туда, тебя принесут в жертву. Еще есть такие, я недавно слушал передачу, что одну хотела идти на собрание, ты не иди, тебя там в жертву принесут. Люди понимают, люди не понимают смысла духовного. И действительно написано, что надо представить тела в жертву. Вот пришел, значит, тебя в жертву, думает, убить его надо, значит, это жертва. Но жертва живая, живая жертва, значит, убивать уже не будут, потому что живая жертва должна быть, святая. И жертва, угодная Богу, для чего жертва? Для служения. Ты сам себе принесешь жертву, но живую жертву, жертву Богу для служения. Вот это оно и есть. Ну, что касается отвергнуть себя, тут есть такой пример, вы его, может, читали, значит. Тут, видимо, идет речь о воздушном шаре, который запускают. Вот. И там привязанный мешок с песком, ну, для того, чтобы далеко не ушел сразу. А потом потихоньку вот этот песок выпускают, и шар поднимается все выше и выше, потому что облегчается, значит, балласт этот выбрасывается тоже, сравнивается и с жизнью христианина. Если он освобождается от всяких ненужных вещей, он духовно поднимается выше, и он становится служителем благоприятным для нашего Господа. Так. Дальше тут тема такая, что от чего нужно отречься. Написано, подтвергни себя. Я уже частично объяснял, что это значит. Но тут есть еще один стих такой. Вот, смотрите, это Луки, 14 глава, 26 стих. Тут написано так. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Как вы это понимаете? Написано, возненавидит. Как это будет? Ты стал верующим и начал ненавидеть отца, а в другом месте написано, что чти отца и мать свою. Тут написано, что надо возненавидеть. Как вы это понимаете? Вот Эдик, например. Как вы это понимаете? Вот это, это... Не обидеть? Да. Ну, там есть его, вы нашли это место, да? Ну, как? Это два три стиха. Так как Иисус, когда проповедовал, когда пришли ученики, кто-то сказал ему, что там мать, и братья пришли. А он сказал, мои братья и сестры, которые меня слушают. Ну, я думаю, это не будет. Мы умеем. А любить надо. Вы понимаете правильно, но тут такое слово написано, что ненавидеть надо. Христианин вообще людей не должен ненавидеть. Тут своих надо ненавидеть. Значит, я хочу обратить ваше внимание, что тут я этим так размышлял вот этим словом, взял я другие переводы, значит, тут немножко не так оно переведено. То есть оно переведено, может, дословно, но по смыслу оно не соответствует. Значит, Луки 14 глава. А сейчас я вам прочую. Неплохо. Значит, смотрите, тут написано, если кто приходит ко мне и возненавидит. Аж как он пишет? И когда кто-то прийдет ко мне и любит больше, чем меня, батька своего, и матерь, и дружину, и так дальше. Значит, не ненавидит, а любит больше, больше любит свою жену, отца, и все, чем меня. Ненавидеть их не надо, но можно так сказать, что я не могу идти, потому что у меня родители, я не могу следовать за Господу, меня там жена не пускает, и так дальше, и тому подобное. Тут написано, что оно соответствует, там возлюби Господа Бога своего, прежде всем сердцем своим, всей душой, всей силой своей, и ближнего, как самого себя. Значит, нас на первом месте любовь к Богу должна быть. А потом, не должно быть ненависти к нашему, наоборот, мы должны любить, но Бога больше любить нужно. Понимаете? Вот такой смысл. Так что, если мы это читаем, то надо и, иногда нас могут и спросить, но надо и объяснять проповеди, что это не значит ненависть, просто тут оно как-то так переведено, так остро. Ненавидеть надо. Вот, пришел Эдик, и ненавидит жену, детей всех разгоняет. Я святой, я служитель, я вас всех ненавижу, я Бога люблю. Правильно это будет? Да неправильно. Просто я обращаю внимание на это дело. Значит, тут ненавидеть, а просто любить больше. Так как написано, не любите мира и того, что в мире. Не написано, ненавидьте мир, а написано, не любите. Вот, а любите больше Бога. так. Хорошо. Значит, значит, любить больше Бога, потом своих ближних и так дальше, и нести свой крест. Что значит нести свой крест? Это не значит, конечно, что мы должны носить крестик, как многие носят, или взять деревянный крест и ходить, и носить его. это не то. Крест это определенный символ страдания. Значит, у нас есть у каждого какой-то крест в своей жизни имеет крест. Один имеет тяжелую болезнь, и вот он с этой болезнью всю жизнь ходит, и это его крест. Он его несет. Есть больная жена такая, что надо за ней ухаживать. Тоже крест. Она, значит, есть и другие вещи такие, что различные страдания могут быть, и гонения, и все это, все крест. Но мы этот крест должны нести. Потому что если мы не хотим нести крест, это тоже будет не по-человечески. Бывает так иногда, что вот человек верующий женился, женился, потом эта жена любимая оказывается, что это крест у него. Она начинает его пилить, она начинает отравливать ему жизнь. Бывает такое, что вот нельзя с ней жить и все. И он что хочет? Скинуть крест и искать себе что-то полегче. Мы по слову Божьему этого делать не можем. Раз такой крест у нас мы сами взяли или он у нас оказал, мы не 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 сти этот крест. Надо терпеть эту или жену или сварливую или больную или какая она уже есть. Это наш крест. Может быть у нас крест, допустим на гашу мы не можем ходить тоже куль кульгав всю ночь. Это наш крест это наши трудности которые мы должны нести. Тут подытоживается что от чего мы можем не отказаться а что мы на второй план это семья собственное я это отвергность себя свое я свои желания собственность может быть материальная что есть возможность где-то поехать и заработать но я оставил это выкрал служение вот Эдик бы поехал бы поторговал где-то что-то заработал бы он сидит и отверг это дело а предпочел служение Богу хотя и грошей нема но служит Богу да как-то Бог его поддерживает на плаву да так хорошо ну еще пример тут проводится дальше богатый юноша бывает что богатство нас держит богатство держит и из-за этого люди не следуют за Господом потому что он больше уделяет внимания материальному благополучию бизнесу торговле там еще каким-то где-то ездит за границу что-то возит и так дальше и многие поэтому и отошли от церкви и пример Христос приводит богатого юноши который был в общем-то порядочный правда он соблюдал все заповеди те которые нужны он имел авторитет как хороший человек но он спросил Христа что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную что мне еще не хватает поэтому сказал тебе не хватает одного поставь свое богатство раздай его нищим и следуй за мною он подумал ага такого не будет я его получил или в наследство или заработал или все теперь я буду раздавать и он отошел от Христа в печали потому что он не решился тут я бы думал так что Христос не ставит вопрос чтобы он раздал и остался бедным а просто он его испытывал так как испытывал Авраама с Исааком он же не хотел чтобы убил своего сына Авраам но он хотел знать его готовность как его сердце расположено послушать или нет если бы он сказал да значит все а так он отошел отошел от Христа потому что был очень богат так ну говорится что в наше время в наше время очень люди увлекаются богатством и это является причиной их неповиновения Христу значит написано что еще во время Христа многие уверовали но не исповедовали потому что боялись быть отлученным от синагоги и поэтому возлюбили больше славу человеческую чем славу Божию о чем это говорит не то что там отлучили так отлучили а дело в том что это связано с положением человека с его должностью с его положением в обществе если его отлучили как в советское время изгнали тебя из партии то ты уже все и работу теряешь и все так же и там было в свое время так что это так дальше повиноваться что значит повиноваться как мы говорили это значит следовать конкретному слову данному нам Богом и ради этого мало отказываться от самого себя иногда и свою жизнь приходится полагать за то чтобы выполнить волю Божию написано что Бог предусматривает нашу жизнь и предвидит повинующихся христиан имеется ввиду что те кто повинуется Богу что Бог не только хочет чтобы они отказывались они благословляют людей которые повинуются Ему Экклезиас 7.14 написано что во дни благополучия пользуйся благом во дни благополучия когда есть для этого возможность а во дни несчастья размышляй то и другое все делал Бог для того чтобы человек ничего не мог сказать против него значит есть время благополучия есть время и несчастья и то и другое оно служит для нашей для нашей пользы когда мы какие-то трудности имеем в нашей жизни когда имеем какая должна быть тогда наша позиция если мы хотим повиноваться Христу тут приводится стих что нам дано ради Христа не только веровать в Него но и страдать за Него если приходится и такое дел значит и страдать за Него тоже мы должны дальше стих такой если мы дети то мы и наследники если не только с Ним страдаем чтобы с Ним если только с Ним страдаем чтобы с Ними прославиться если имеем тут страдания то мы являемся наследниками Божьим и мы с Ним будем иметь славу ибо думаю что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой которая откроется в нас это Христос обещает всем которые исполняют Его волю повинуются повинуются Ему если и приходится пострадать то это 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 то это